ну чтобы с ним раз всех приветствую мы продолжаем проходить dreamfall chapters за final cut смотрел кстати есть другие другие части другие для части игры но не такие прям там такие это самое хорошее вот игрушка прикольно посмотрели блин прикольно вам видимо тоже зашло но как так но пройдем мне прямо пизда интересно что за игра прошла очень обосвернувшим прикольно очень атмосферная поэтому как-то так это когда так прошу сердце мы стучит прошли пытались вернуться и поняли что от каждого она озвучивает выбор то есть в говорится мнение что-то выбора и можно подобрать то которое ты считаешь правильно для себя вот прошли сейчас какой второй и какой-то личностью не личностью короче три есть тема она сама она а тут с которым мы играли до в плаще еще как 2 который и отзывал отзывал в общем посмотрим чудо как чудо игрушка прикольно мне нравится вот принц все спасибо за просмотра нет саша поудобно надевать 5 это птито кошки от ночи пить обретого при этом вам просмотр ребят просто кайф они с этой ночью а мы начинаем вот здесь мы с вами остановились зовут зои кастильо и я жива почему-то но почему-то он сохранил на том чем мы прошли уже здесь мы с вами остановились на второй главе до трогаем с вами остановились как минимум вот поэтому вот хотя сохранял он ничего страшного ничего страшного вот глава 2 нагло 2 пробуждением оставались на сто процентов три месяца спустя так 16 канон третьего обращения что блядь добрый вечер надзиратель как-то твой заключенный командир все хорошо если хотите то я могу показать я здесь не для проверки надзиратель я пришел поговорить об одном узнике ваш апостол причем тут это он больше не апостол он был нашим инструментом а теперь он затупился он нам больше не нужен нет пришло время со всем этим покончить можете ли вы выразиться яснее командир боюсь моя способность читать между строк немного хромает мы хотим чтобы казнь киана алвана состоялась как можно скорее а понимаю я думал что ваши шестеро должны сначала осудить и приговорить альвана с каких это пор ты стал экспертом законах азаре я не эксперт сэр но у нас есть собственные законы и правила командир мне сказали что океана альване отправит в садир для а я говорю что приговор должен быть исполнен сегодня ночью что невозможно мне нужно вызвать палача и ну на рассвете самое раннее но все равно значит на рассвете как же канцелярия надлежащие документы подписи печати у тебя два варианта надзиратель либо ты делаешь что говорят и казнишь киана алваны с первыми лучами либо будешь висеть рядом с ним когда солнце осветит вершину монашей темницы утром как это закончится зависит только от тебя выполняй варвары но персонаж на них можно читать слышь давайте вам интересно что прочитал это все дело напишите комментариях есть только одно воспоминание моей матери однажды ночью она прижала меня к себе и спела старинную песню своей страны я не помню мелодии напомню слова спи дитя спи спи у мамы на груди пусть дует ветер и дождь льет слышишь палач идет голова предателя падет тень его душа заберет а в чем прикол тут на вот показать дитя спи мы никогда не будем далеки ибо мы скоро будем свободны вместе навечно холодным холодном море а альвана ты здесь замечательно я слышал ты отказался от своей последней трапезы жаль я лично одобрил меню там были сосиски зачем надзирателю навещать меня он хочет чтобы я умолял я не стану если ты пришел посмотреть как я молю о пощаде надзиратель тут и не нет 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 ты рациональный прагматик альване совсем как я нет я здесь только чтобы убедиться что ты готов к следующему этапу как ты знаешь твоя казнь состоится на рассвете я должен признать что мне любопытно почему после такого длительного времени тебя отчаянно хотят записать в мертвецы очень любопытно но я здесь не поэтому нет как ты также знаешь ты можешь выбрать между повешением и обезглавливанием насколько я могу судить ты еще не высказал свои предпочтения если ты откажешься от этого выбора то мне придется принять решение оборудии твоей смерти я всего лишь хочу убедиться что мы расставили все точки на хуена мужик воин заслуживает смерти от клинка несмотря на то что сейчас я лишь узник я был воином воин заслуживает смерти от клинка но заслужил ли я такую смерть я сложил свой меч я пошел против своего народа смерть есть смерть и я готов принять свою мне больше нечего сказать этому человеку молчание значит я сам сделаю этот выбор у тебя нет семьи алваны моя семья очень важна для меня почти так же важно как мой долг перед этим городом и этот пост в случае моей смерти мне было бы больно знать что моя семья так ничего и не узнает и у них не будет тела чтобы похоронить никакого завершения я знаю ты человек веры человек принципов я также понимаю что произошли события заставляющие задуматься о твоем призвании но чего я не понимаю так это почему ты решил просто сдаться перестать бороться мне больше нечего ему сказать каково когда все во что ты верил разрушилась на куски когда тебе приказали продолжить войну в которую не веришь командиры которым больше не доверяешь я промолчу ребят ты не поймешь поверь мне альваны у нас намного больше общего чем ты думаешь у меня нет семьи нет страны так что оставь меня в покое и дай спокойно подготовиться к смерти очень хорошо бать насады ты шо блять все было должным образом записано на нахуй где блять у меня нет причин спрашивать о порядке исполнения казни они даже угрожали мне отставкой и вещами похуже стоило мне только слушаться их приказов они плохо меня знают угрозы пусты а вот надлежащее оформление документов совсем другое дело мне придется просто смириться с тем что мои вопросы навеки останутся без ответов увидимся на рассвете альваны петля для тебя уже будет готова да пиздец угрозу угрозы угроза угрозы вставай киан нет времени время поджимает давай пошли что за Нет времени на объяснение. Идём. Что там происходит? Это спланированный бунт. Мы вытащим тебя отсюда. Кто ты? Я тебя знаю. Чертовски на это надеюсь. Ты чуть не проткнул меня своим... ...чём. Что? Болото? Именно. Там, где я совершил дерзкий лихой побег в последнюю минуту. А тебя арестовал твой собственный командир. Ничего, Денёк, а? Если ты с повстанцами, зачем помогаешь мне сбежать? Только так ты сможешь отдать свой долг и помочь освободить наш гор. А пока что нам нужен ключ, чтобы миновать эти чёртовы ворота. Нам понадобится ключ, чтобы открыть эти ворота. Где мне его найти, блядь? Предатели! Перебежчики! У нас всё ещё нет ключа. Что там происходит? Хм, хотел бы я знать. А сзади прочно укрепились. Они что-то замышляют. Не то, чтобы к ним прибывало много подкрепления, но в то же время они перестали продвигаться на север. Как оказалось, им нужен город. Сах, я и вам, он всё ещё у власти? О да, разумеется, они у власти. Но ходят слухи, что скоро прибудет одна из чёртовой шестёрки. Вот почему мы должны быть готовы. Что-то вот-вот случится. Продолжаем теснить. Мы всё же вас нашём. Ну ладно, пошли ключ найдём, где мне его искать, блядь. Это вам все магические. Эй! Эй! Помогите мне! Он выглядит тяжело раненым. Не думаю, что он протянет долго. Но его нельзя здесь просто оставить. Он может знать, как отсюда выбраться. Не думаю, что он выживет, но... Если он может нам помочь, его смерть... Ты знаешь, как пройти через те ворота? Стражник. У него... У него ключ. В кармане. Должно быть что-то, что мы можем для него сделать. Могу я что-нибудь для тебя сделать? Хоть что-то. Моя... Никакой пощады! Моя семья. Скажи им. Расскажи им, что со мной произошло. Скажи им, что я очень сильно их люблю. И что... Мои дети. Скажи им, что я ими горжусь. Я должен обещать. Я обязан исполнить последнюю волю этого человека. Я не могу давать никаких обещаний. Я даже не знаю, выберемся ли мы отсюда живыми. И где я окажусь потом. И не могу давать слово, которое возможно. Я обещаю. Они живут в Боунсе. Мое имя Стонт. Арн Стонт. Спасибо тебе. Додам. Открой дверь, выпусти меня. Большинство заключенных все еще под замком. Ну, парень, ты не можешь просто уйти. Приду, не лезчики. Уй, помечу, здесь происходит. Вот, а его пока не сбежал. Я понял. А, вот, можем делать все. Оставишь мне пару стражников? А, боблядь. Самодельное лезвие. Я видел, как узники делают их. Тача украденные ножи о камень. Смертоносное оружие в умелых руках. Похоже на ключ отворот. Он, наверное, отпирает первые ворота. Мы его просим вот так? Я не могу убить невинного человека. Нам понадобится ключ, чтобы открыть эти ворота. Ты нашел ключ. Отлично. Теперь открою. Что мои люди на самом деле делают в Меркурии? Это ты мне скажи, парень. Они твои люди. Я не знаю. Думал, что знаю, но я ошибался. Дело не в вере, дело в чем-то другом. Я не верю, что на то, что они запланировали, была святая воля богини. Скорее уж, нечестивая воля кучки прогнивших людишек. Да. Нам понадобится ключ, чтобы открыть эти ворота. А как? У них для каждого этажа свой ключ. Так что этот можешь оставить в замке. За мной, парень. Мы идем наверх, а не вниз. Продолжаю объяснить, мы их за просто шоу. Выше. Еще выше. Сори. Это вам за магических. Там ты зашива поджаришься. Выход отсюда. Вверх, вверх, вверх. Что ты имел в виду, говоря о возврате? Ты чуть не угробил нас, парень. Твоя последняя выходка никому не принесла пользы. Если только твоей собственной душе. Вот твой шанс раскаяться. Я не хочу раскаиваться. Я готов умереть за свои преступления. Почему ты просто не оставишь меня здесь? Возможно, ты и готов умереть, Киан. Но сопротивления нет. Ты нужен нам. А теперь найди чем открыть эту чертову дверь. Что-нибудь длинное и тонкое, чтобы изловчиться и взломать замок. Бунт нарастает. Приближается к нам. Нам нужно продолжать подниматься. Найти путь наружу до того, как темница превратится в дымящиеся развалины. Жижу, что мы еле три раза в день привозили в этих бочках. Меня тошнит от этого зловония. Швабра. Ну, он сломается, скорее всего. Они пытают его до смерти. Да приведет богиня его душу к первой горе. Мне это вполне комфортно. Спасибо за заботу. Из швабры плохая отмычка только, если вы не взламываете гигантский замок. Мне нужно взломать замок. Чем? Привет. Есть кто-нибудь? Я говорю в металлическую трубу. Чувствую себя дураком. Знаете, что еще? Здесь вроде больше ничего такого нету, да? Может, надо ключ забрать. Но это нам не зря же открыли, правильно? Заперто. Бунт еще не добрался до этого этажа. А есть не заперты. Да, как ебан третий раз уже пугу туда, прикинь. У меня нет ни времени, ни желания освобождать всех этих заключенных. Нарявая подушка есть. Подушка на швабре, блядь. В традиционной швабре есть что-то непорочное и красивое. В традиционной швабре есть что-то непорочное и красивое. Мне нужно взломать замок. Пошли туда в лес. Тут никак не пройти. Блядь, а как? Дожди, блядь. С ебаной головоломки, нахуй. Их в рот ебал. А, изучить? Берем, спаситель, сейчас! Жизжу, что мы ели три раза в день, привозили в этих бочках. Меня сопротивление проникло внутрь башни. Пока еще нет. Вот здесь ты и выступаешь ты, парень. Ты наш ключ к башне. Это башня настоящая крепость. Как по-вашему вы ими богини, я должен попасть внутрь? Посмотрим. Возможно, ты окажешься на высоте. Блядь, а чем нахуй мне вот эту тему, блядь? Дожди. Нет, серьезно. Замек. Бунт еще не добрался до этого этажа. В традиционной швабре есть что-то непорочное и красивое. Блядь, а что-то еще? Типа здесь, что есть, должен еще сделать, блядь. Вот он, вот он! Тень, бутон, не про. Крепость окружена солдатами. Кажется, в основном солдатами, азади. Прекрасные лучники. Мне повезло, что я увернулся от их стрел. Это апостол, держи его! Он сбежал! Так я испытываю судьбу. Рано или поздно одна из этих стрел проткнет мне череп. Блядь, а что мне делать, ты можешь мне подскажешь, я не знаю. Нахуй вот эту тему, блядь. Изучи тут, могу совместить с чем-то. С чем? Вот он его пока не сбежал. Да, охуенно. А с чем? Не все здесь не заслужены обвиненные и мятежники. Некоторые жестокие убийцы. Я не рискнул. Ты еблан. Заперто. И у меня нет времени. Так, а что мне еще нужно тут взять? Я просто не могу понять. Блядь, а что? Мы должны схватить их сейчас. Почему ты пришел вытащить меня? Чтобы найти путь в башню? Частично, да. Но не только ради этого. Ты чертов символ, парень. Как только перейдешь на нашу сторону, это передаст парням большую эту, как ее, поддержку. Это повысит их моральный дух. А, да не хужись. Они всегда будут кучкой пьющих, ворующих, развратных, безнравственных... Мораль. В смысле уверенность. Боевой дух. Вот оно. Поддержка командного духа в нем. В том, в твоем прибытии, ты будешь на минус с... А, чертовым за певалой. Но попасть в эту проклятую башню, да. Это очень важно. Насчет башни. Сперва подумаем, как тебя вытащить. Блядь, как нахуй. Мне только изучить могу ебать, чешу, ебать, дебачу, блядь. Швабру нахуй все, не более того. Что мне, блядь, сделать? Блядь, я не пойму просто. Просто не пойму нахуй. Просто не могу понять. Блядь, что мне нахуй делать? Блядь. Дожди. Да, подумал логически. Большинство заключенных все еще под замком. Большинство заключенных все еще под замком. Я понимаю уже. Дожди, может, надо как-то изучить. В традиционной швабре есть что-то непорочное и красивое. Обязательно. Дожди, что-то нужно, да, такое найти? Но явно вот здесь, потому что это единственное у нас, блядь. Блядь, которое здесь открыто, блядь. что мне не могу я быть настолько дожди я мужик лук от хуйня согласен для разработчики чтобы деву спрятали до что без допрос здесь нихуя не все здесь незаслуженно обвиненные мятежники некоторые успокоились и они рискну я понял может у меня не рискуешь ну я честно у его знаю так много бочек они никогда за собой не убирают жижу что мы ели три раза в день привозили в этих бочках меня тошнит от этого зловония 5 здесь привет есть кто-нибудь нету на дожди может он здесь это вам за магических тут никак не пройти как мне пройти ты всех у его знаю часто чем не делать здесь нуждать все обошел мне нужно взломать замок мне нужно взломать мне нужно мне нужно мальчика поздравляешь ты уже сломать замоком нечего делать ты мне объясни может быть нет насчет башни сперва подумаем как тебя вытащить но я не знаю честь я уже заебал я правда не знаю ребят мне давай ладно я сам хочу догадаться не хочу смотреть типа как тогда пройти я хочу сам догадать че еблан что ли дожди нам не зря в эту хуйню открою блять а можно было раньше это сделать ты нахуй блять ты прикинь просто блять вот я сколько три четыре кругу уже наверстал блять в аху просто просто в аху кажется попали прямо в лицо яйцо блять они сломаны и достаточно тонкая чтобы пролезть в замок я смогу открыть ее ворота конец то блять вот представь что ну блять я сам догадался блять получается хорошо не тупой не тупой хорошо он прошел туда блять правильно ли я поступил вопрекая его на такую судьбу я поклялся никогда больше не убивать но не уверен что это когда-нибудь будет так легко по крайней мере я должен сдержать данные ему обещания и сообщить его семь со мной все эти годы на улицах садира окупается спал на что-то видишь экспорт написать написать да это же наш старый друг мистер муран балсай бакин я должен был догадаться что ты не дашь себя так легко схватить чертовски прав теперь тайна я боюсь что это совершенно невозможно балсай ваше путешествие заканчивается здесь я боюсь этот замок не вскрыть он заплыл его со своей стороны во имя нечистый гениталий бачала надзиратель открывай сижу чертову минуту слова 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 мистер бакин вы же прекрасно знаете что я не реагирую на угрозы когда я доберусь до тебя до церкви ты пожалеешь что твой баскар последний до чего ты доживешь люди подобные ему реагируют только на насилие угрозы он сволочь и я должен относиться к нему соответственно я мог бы попытаться убедить его твои заключенные бунтуют надзиратель рано или поздно они доберутся до этого этажа пропустишь меня сейчас и я буду милосерден понимаю и где скажи на милость гарантия того что ты сделал обещание разве надзиратель не считает себя практичным человеком если так его убедит практичный довод какой у него есть выбор я был апостолом я всегда был верен своему слову я не в силах сдерживать свой гнев на его совести многие невинные жизни но если я смогу убедить и придется просто поверить если бы я составил список своих достоинств доверие было бы в самом низу вместе с милосердием нет я думаю мне лучше оставаться здесь но спасибо за предложение я получу удовольствие наслаждаясь тем как ты оставляешь всю надежду и принимаешь свою смерть снова он отказывается слушать я должен быть умнее все еще пытаешься раньше себя надежно и совершенно бессмысленно разве надзиратель не считает себя практично какой у него есть выбор разве надзиратель не считает себя практика мое слово кремень надзиратель открывай я могу выглядеть как дурак альваны но я уверяю тебя я не какой-нибудь мальчишка с фермы только что приехавший в город верхом на илгване тебе придется постараться получше а теперь оставь меня мне нужно убедить надзирателя открыть ворота прежде чем стражи сюда доберется твое упорство почти восхищает альваны но она не вознаградится разве моя снисходительность твоя единственная надежда возможно но как-то наверное догадываешься я добился своей должности не через веру на слово особенно в тюрьме честно здесь в дефиците носа ты бай открой ты мне на оса ты блять открой у нас мало времени а этот мерзкий язычник единственная преграда на пути к свободе всех людей его статуса можно купить если я предложу ему взятку уверен он склонится если на него влияют угрозы его собственной жизни может он послушает если я прегражу его он ужасно ценят свою должность но возможно он прислушается голоса разума если надавить на его отцовские чувства запад ты пропускаешь нас мы щедро платим с чего ты взял что я поверю в искренность этого предложения если изначально мне было мало одного честного слова кроме того альваны монета никогда не склонит меня против моих обязательств разве ты уже недостаточно хорошо меня знаешь чтобы понимать что моей нравственностью руководит долг а не деньги уходи ты меня утомляешь с него взял что я послушаю хоть слова из того что ты хочешь мне сказать я должен мудро выбирать свои слова я понял твое упорство почти восхищает альваны у нас мало времени он ужасно ценятся если не ради себя так сделай это для своей семьи моя семья важна для меня я бы не хотел чтобы мои мальчики росли без отца их матери не хватает моральной стойкости для привитием почтения и твердости характера да простят ее боги она хорошая женщина но лишь женщина так уж и быть в твоих словах есть смысл я поверю тебе несмотря на мои высшие инстинкты отойди альваны и бать нас от являет нас одну ну три бога за то что у меня нет времени на тебя спасибо блять ой кей настанет выглядит он паршиво наблюдать как его мир разваливается на куски мне слово алван дал слово ты сказал что не причинишь мне вреда сказал что я буду жить это для тебя больше ничего не значит твои обещания настолько пусты что ты так легко готов перешагнуть через них если ты убьешь меня ты понесешь заслуженное наказание может и так альваны но по крайней мере мое наказание мое наказание будет в руках тех кто уважает законы и инструкции дальше по лестнице нам не пройти они теперь нам нужно найти путь на крышу простого варвара я не говорил что хотел уходить то есть фразы ты будешь казнен утром до тебя не дошло и что из фразы сопротивление нуждается в тебе ты не смог понять с чего бы твоим людям доверять мне я же их враг ты был врагом я верю что твоя преданность своему народу как-то преуменьшилась в прошлом году ты уверен что я не убью тебя когда мы выберемся я знаю и другие тоже наша вера редко подводит этот проход ведет на крышу ворота закрыты намертво нам тут не пройти нам нужно найти другой путь наверх я завел тебя достаточно далеко киан теперь тебе нужно включить свой азодийский мозг и побыстрее так много проклятые стражники приближаются чтобы доставать еду из кухни снизу я не собираюсь опускаться до того чтобы начисто вылизывать тарелки я чувствую нам нужно спешить они внастрелят он надежно закреплен на стене любопытно увидеть к чему это приведет здесь не пройти у меня нет ни времени ни желания освобождать всех жижу что мы ели три раза в день привозили в этих бочках меня тошнит от этого зловония это какое-то устройство для подъема еды как будто так тяжело пройти несколько они используют эту штуку чтобы доставать еду из кухни снизу даже не из-за железных против им будет довольно сложно попасть но я не должен искушать судьбу здесь не пройти мы взяли факел чтобы что-то подожжечь да и у меня нет времени взламывать дверь каждой камеры прям не есть один вариант для чего нам нужно это понять заперто бунт еще не добрался до этого этажа что-то движется огонь я ключ давай сюда еще один очевид эй из-за железных против им будет довольно сложно попасть но я не должен искушать судьбу нет не сюда значит вернись им не хватает мастерства и они совсем не натренированные солдаты но если эти стражники настигнут нас это переговорная труба эта труба используется стражниками чтобы общаться находясь на разных этажах и иметь связь с теми кто внизу они используют эту штуку чтобы доставать еду из кухни снизу да цепь соединена с механизмом который поднимает и опускает клетку она покрыта густым маслом масло горит а умный мальчик я знал что ты меня не разочарую еще теплая но быстро остывает должна быть теперь я смогу вскарабкаться по цели если это все еще горячие без пизду блядет оставайся здесь нахуй поебашили только почему тут он а где она они подготовили для тебя петлю смерть предателя что мы здесь делаем где воздушный корабль нам нужно еще немного времени скорее заблокируй ворота воспользуйся рычагом чтобы опуститься теперь вооружись отменное качество хороший палач может оборвать ее жизнь одним взмахом этого клинка чтобы не случилось мое тело никогда не будет болтаться я изучаю послушай меня чтобы как мы сбежим я думал тебя ожидает корабль корабль нет мальчик ты выберешься отсюда не на воздушном корабле а через портал созданный той магией которые твои люди пытаются искоренить я выберусь только один из нас может пройти через этот портал и для этого требуется жертва эта темная магия ей нужны кровь и боль ей нужна жизнь что нет нет я не могу принять твою жертву либо оба из нас будут жить либо мы оба умрем будь проклят маджал не глупи парень я разделю свой покой с богами можешь ли ты сказать то же самое кроме того я может быть и приличный боец но ты без тебя сопротивление трогнет я сзади выйдут победителями а теперь прикончи меня чтобы ты смог выбраться и начать выплачивать свои долги сколько еще людей умрет до того как окончится эта ночь нет уже было пролито достаточно крови я не хочу иметь на совесть еще одну отнятую жизнь его глаза не лгут он принял смерть а я так и не смог там где я видел лишь поражение он видит победу я не знаю куда этот путь может привести но разве у меня есть выбор баланс сместился на темную прости меня медленно но верно для портала нужна кровь и боль у меня есть только одно воспоминание моей матери она прижимала меня к груди пока я не заснул в ту ночь она бросилась с городской стены на отмель ее тело так и не нашли бывало я множество раз взбирался на эти стены балансируя на краю с закрытыми глазами я всегда представлял себе как я присоединяюсь к ней во тьме в этом холодном море я интересно сделала этого для чего нам это показали пиздец душездирающая история очень грустненькая такая качалил там до точки вот видишь вот загрузочный кран видишь вот это круг там точке есть черное белое белое то видимо светлая сторона черная темная да проклянет его богиня что киан киан сбежал из темницы оставь нас сейчас же что ты говоришь это невозможно он должен был умереть он исчез сбежал через крышу с помощью проникшего в темницу мятежника и чертового бунта через крышу но как темная магия невозможно я должен допросить тех кто позволил ему сбежать они будут сожалеть об этом дне до конца их коротких жалких жизней этот надзиратель он заплатит своей жизнью я не понимаю монашья темница защищена от колдовства внутри да поэтому они сбежали на крышу свет защитит нас есть идеи где он находится с мятежниками разумеется где бы они не отсиживались я переверну каждый камень но найду их в их руках алваны отравленный кинжал думаешь я этого не понимаю думаешь я не знаю насколько он опасен я знаю его лучше чем кто-либо но я его найду его и его сторонников я клянусь в этом его и его блять до прибытия первой это не дойдет до нее убедись в этом если она узнает что их бесценный апостол все еще жив он понадобится ей живым чтобы поговорить с ним и если она узнает правду мы не дарим ей такой возможности хорошо потому что если она когда-нибудь узнает ты и я заплатим своими жизнями чего во имя света ты ждешь ты не поймаешь его стоя здесь командир иди позаботься об этом на присмотрит за нами богиня что нахуя а для чего нам эту историю сказали показали для чего носа ты вы за решал реально сады за решал блять сохранилась понедельник а 4 июля 2220 год сегодня у нас или три месяца с ума сойти что я прихожу сюда уже несколько лет как ты ну давай для как думаете в тебе по энергии ты кажешься довольна жизни больше чем три месяца назад но только ты можешь рассказать как ты себя чувствуешь я не могу сделать это за тебя знаю ты не помнишь ничего что случилось до комы ты не уверена что хочешь вспомнить но я думаю что хочешь ты согласна с этим и возможно потерять все чего я здесь добилась я знаю мне нужно что-то вспомнить что сделать пока не выясню что именно я не успокоюсь и вероятно потерять все чего я здесь добилась не уверена что смогу потерять все снова да меня не покидает ощущение что мне нужно что-то вспомнить так что мне нужно это повлиял на выбор он на сюжет хорошо давай посмотрим сможем ли мы встряхнуть твою память может быть мою пильзу не ты помнишь прошу прощения бросила универ переехал обратно к отцу я потеряла 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 веру а потом что-то случилось будьте осторожны желаниями верно реза исчез я отправилась за ним пытаясь его отследить я оказалась в непорте помню я была в безопасном месте меня подключили дримеру но на этом воспоминание обрывается а до этого до отъезда из касабланке реза попросил меня забрать посылку это и привело все в движение это и шум помнишь чем все это обернулось когда я проснулась они заполнили собой все пробилы очевидно это был какой-то сбой или вирус скрытый код заражающий всемирную сеть кто-то в ватикорп использовал дримеры чтобы читать мысли людей кто-то с кем я виделась дэмиен кавана человек стоящий за всем этим зачинщик заговора он запустил что-то вроде червя в код превратив дример в устройство по контролю сознания миллионов людей по крайней мере так они говорят он записал признание прежде чем по крайней мере он исповедался избавил от ответственности своего работодателя удобно в каком смысле забудьте я ничего из этого не помню я только знаю что они отравили мой разум внедрили ложные воспоминания все что я видела и переживала было нереальным маленькая девочка на экранах другой другой мир аркадия еще один красочный плод их воображение синтетический сон и ты до сих пор ничего не помнишь о поездке в японию проникновение в эти корни я разоблачила всемирный заговор и взамен получила паршивую кому кроме вас реза и моего отца никто не знает что я была частью всего этого реза держал меня в стороне от его разоблачения и даже он не знает что на самом деле случилось в ту неделю когда я отсутствовала возможно моя подруга оливия что-то знала на ее больше нет ты чувствуешь ответственность я решила поиграть в юного детектива и пострадали люди ты боишься что с тобой произошло что-то еще я имею ввиду это же целая неделя моей жизни потеряно ты уже пользовалась дримером боже нет меня тошнит от одной только рекламы это становится болезнью зависимостью я беспокоюсь о том что эти суда идеальные сны с нами делают ты была подключена к прототипу невозможно предсказать как это могло на тебя повлиять ты уже говорила с габриэлем нет я я не готова обсуждать моего отца мы не общаемся он сдал дом переехал в мумбаи это совершенно нормально о чем ты хочешь поговорить новые серии евро трэша подходящая тема почему бы и не на наше время почти стекло ну и хорошо я сегодня работаю ну эпоху пошли его очень прямо надеваем давай сделайте я прям на тебя и пизденку прям месяц назад ты не была такой я узнаю потом в коза 61 понимаете почти такой хорошо не жертвы я хочу заниматься мне нравится работать все хорошо а с волонтерской работой я чувствую как нашу свой вклад и другим способом ты находишь себе занятие мотивацию ты преодолела огромный путь с нашей первой встречи спасибо доктор зеленка зеленка пожалуйста в то же время может и йод обязательно береги себя злой давайте если вам интересно я буду читать так чё куда нам 0 на хочу давлять пизду погнали до выходим да короче она ничего не помнит ебать хочешь вспомнить что мы выбрали такой да брали такой вариант хотим вспомнить но не можем пока что пока что не можем да ебать как все красиво красочно нихуя все прям ярко-ярко чем-то наверное знаете что зовут манка с которым уже прошли кстати на канале есть на полистике есть пройдена игра прям очень напоминает такой типа по яркости как он киберпанк 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 и счет встала что значит мне нужно разрешение у меня есть разрешение заплатила гребное состояние за это разрешение ваше разрешение больше не действительно вам нужно будет обновить его у вас есть 24 часа чтобы выполнить предписание идите нахрен что-то я не вижу в этом вообще никакого смысла если вы не починитесь вы будете задержаны и ваши товары будут конфискованы если вы хоть пальцем тронете карла я отрежу ваши яйца и сделаю из них кипа угрозы контрпродуктивные и караются законом у вас есть 24 какого это работает на черту фашистский режим топчущийся по рабочим людям мне все устраивает без страховка отлично никаких сухорочных и оплата достойная 24 часа чего те в глаз звонят мать ты шо привет привет ты где только вышла с сеанса еда в магазин как дела работы по горло я буду плохим парнем если попрошу тебя зайти к этой жизни с хорошей едой закуски неллы конечно и ленивым они плохим что неплохим парнем ленивым парнем что тебе взять выбери сам но ничего экзотичного принято я зайду к нелле прямо сейчас я должна быть в твоем офисе в 3 спасибо ты лучше скоро увидимся ты прикинь и звонили глаз давай мы вот на этом остановимся с тобой вот серий к так длинная получилась спасибо за просмотр ребят тренинг на наших ранах там inside inside и все про мой житель есть да то что не укладываю никуда и уведомления видео всегда есть то есть прям сразу в эту секунду как вышло видео на канале вы же там и удоверение сразу же есть чтобы вы не пропустили ни единой серии вот прикольный груш прикольный атмосфер ненькая атмосфер ненькая но это каникон для чего нам показали он того чувака толчу к зачем нам показали непонятно ну ладно все за просмотр ребята еще раз надеюсь вам понравился тела кутист на канал ваш пешка мне это сделал мне очень приятно вот принципе все еще раз за просмотр и в следующих сериях или других играх давайте не теряйтесь а а а а Продолжение следует...